У собаки урчит в животе, что делать и как помочь. Собаководы наблюдают за настроением, поведением, состоянием здоровья питомца. Когда что-то настораживает, обращаются к ветеринару. Одно из таких явлений, у собаки урчит в животе после еды, до приема пищи, во время прогулки. Потенциальная опасность урчания. Проблемы с пищеварительным трактом характерны не только людям, но и домашним животным, собакам. В запорах и метеоризме у собак во многом виновата индустрия питания, некачественные корма. Малоподвижный образ жизни также не улучшает пищеварение. В итоге хозяева слышат громкие звуки в животе у собаки. Больная собака. Если это происходит несколько раз в месяц, волноваться не стоит. В норме псы вырабатывают и выбрасывают в воздух до 1 литра газов. У здоровых собак они на 90% состоят из метана, который хозяева не чувствуют. Неприятная амбри появляется при плохом пищеварении, когда в газы замешивается сероводород. Это сигнал, в кишечнике застаиваются газы. Признак свидетельствует о возможной инвагинации, непроходимости кишечника. Один участок кишечного тракта внедряется в другой, газы сходят с трудом. Отсюда частое урчание в животе у собаки. Последствием может быть Разрыв кишечника с летальным исходом. Сердечная недостаточность. Непроходимость пищевода. Важно. Если собачка потеряла аппетит, мало двигается, поскуливает, хозяину немедленно надо обратиться к ветеринару. Безобидные причины урчания в животе у собаки. У активной собаки с хорошим аппетитом кишечное бурление бывает по вполне естественным безобидным причинам. Животное заглатывает воздух. Часто это бывает во время выгула. Пес много бегает, дышит открытым ртом. Большая порция кислорода попадает в желудок, потом в кишечник. Начинается движение воздушных пузырей, бурчание и здоровый метеоризм. Счастье есть. Собака спешит во время еды. С большими порциями пищи, которая собака в спешке плохо пережевывает, в жекоты попадает воздух. Последствия в виде урчания не страшны. Собаки торопятся набить желудок, когда сильно голодные, поэтому владельцам стоит следить за режимом питания. Пес систематически переедает. Эта гиперзабота хозяев также становится причиной, почему в животе у питомца начинает бурчать. Во время трапезы в желудок выбрасывается желчь. Когда собака съела больше нормы, желудочного сока не хватает для переваривания, пища застаивается, закисает. В таком состоянии перемещается в кишечник. Там образуется большее количество газов, которые, продвигаясь по тракту, издают характерные звуки. Для решения проблемы надо сократить количество еды. Заболевания, при которых у собаки урчит в животе. В безобидных причинах владельцы разбираются самостоятельно, поводов для тревоги нет. Но если поведение питомца постепенно или резко меняется, ему нужна помощь специалиста. Что должно насторожить? Живот заметно увеличился в размерах. Собака волнуется, оглядывается на него, тычется мордой, скулит. Питомец не дает дотронуться до живота. Почти не пьет, часто мочится малыми порциями. Появились дрожь и температура тела. Наблюдаются рвотные позывы и задержка кала. Важно! Слюна течения, потливость, сонливость наряду с урчанием кишок, признаки метеоризма. О них хозяева должны знать, но самостоятельно принимать меры не стоит. Метеоризм – скопление газов, при котором у собаки бурлит в животе. Он протекает в трех формах. Острое. Развивается стремительно, сопровождается рвотой и диареей, потери и аппетита. Собака не хочет двигаться, слизистые оболочки становятся синюшными. Животное экстренно госпитализируют. Хроническое. Внешне нормальное состояние, но на прогулке в животе что-то булькает. Пробежки оканчиваются жидким стулом. Такое течение болезни бывает долгим, последствия – тяжелыми, поэтому нельзя затягивать с походом к врачу. Замедленная. Собака становится менее энергичной. Равнодушие и апатия в сочетании с бурлением – повод показать питомца ветеринару. Обследование у ветеринара. Что вызывает метеоризм. Причин метеоризма много, но только медик может выяснить их и назначить лечение. Из маленьких пород собачек чаще всего этим недугом страдают английские и французские бульдоги, йорк-терьер. Крупные особи – боксеры, овчарки, доги и мастифы. Инородное тело. На прогулке собаки, чаще щенки, заглатывают пластмассовые предметы, камни-палки, то, что желудок не в состоянии переварить. УЗИ или рентген брюшной полости обнаруживают инородное тело. Дальше действует ветеринар. На прогулки нужно выходить в намордники. Глистная инвазия – гельминтоз. Избежать заражения глистами трудно, особенно если владельцы домашних любимцев пренебрегают профилактикой и санитарными мерами. Собак поражают следующие гельминты. Нематоды из многочисленного отряда круглых червей. Систоды цепни, личинки которых проникают в организм собаки и начинают жизненный цикл. Трематоды – длинные ленточные паразиты с присосками, сосальщики. Яйца трематод имеют реснички, с их помощью они плавают, передвигаются по всему организму. Собака на прогулке. Глисты имеют разное строение и место дислокации, но их присутствие выдают общие признаки. У собаки бурлит в животе. Периодически повышается температура тела. Питомец отказывается от еды. Начинается похудание пса. Тошнота, рвота, понос, либо запоры и кишечная непроходимость. Слизистые стали бледно-серыми. Шерсть сваливается, не блестит, вылезает клочьями. На коже появляются дерматиты. Распознать зараженных щенков проще, они отстают в развитии, часто вздувается животик. Внимательный заводчик заметит паразитов в кале. Важно! Паразитов изгоняют из организма в несколько курсов лечения. Далее следят за гигиеной собаки. Пищевая аллергия. Плохая экологическая обстановка в мире вынуждает производителей продуктов прибегать к антибиотикам, гормональным. Препаратам, пищевым добавкам, которые увеличивают срок хранения продуктов. Так питается человек, а с его стола собака. Поэтому один и тот же аллергический букет присущ хозяину и его четвероногому другу. Пищевой аллергией страдают особи старше вторых лет. Большая склонность у представителей со светлым окрасом шерсти. Проявляется дерматитами на ушах, закисанием глаз, урчанием в кишках. Диагностировать сложно. Сначала ветеринар исключает бактериальные инфекции. Сдают анализы животного, делают лабораторные исследования, пищевые пробы. Питомцы на три месяца сажают на диету, дают те белки и углеводы, которых не было в ее рационе. Исключают антигистаминные препараты. По истечении 12 недель собаку кормят обычной едой. Если симптомы повторяются, то ветеринар диагностирует пищевую аллергию, назначает лечение, разрабатывает рацион. Неправильное питание, некачественный корм. Если в рационе появляется жареная пища, жирная и мучная, у собак увеличивается газообразование. Урчание вызывают бобовые культуры в собачьей миске, капуста, огурцы, фастфуды. Чтобы исключить несварение желудка, помочь перевариванию, друга переводят на сухие собачьи корма, усиленное питье, отварное мясо, курица, кролик. Кишечные инфекции. Собаки любят подобрать с земли вкусняшку. Часто при слабом иммунитете подхватывают инфекцию. Скорость поражения и признаки зависят от разновидности микроорганизмов, поразивших ЖКТ. Важно! Инфекции кишечника сопровождаются рвотой, жаром тела, вялостью, отказом от еды, повышенным газоотделением. Обязательное условие выздоровления, вмешательство доктора, иначе собака может пропасть. Интоксикация организма. Дома четвероногие могут отравиться бытовой химией, едой, лекарствами. Отравление сопровождается интоксикацией, тяжелым патологическим состоянием. Оно сопровождается Судорогами потерей координации. Отеком легких, бронхоспазмами. Сердечной и почечной недостаточностью. Метеоризмом. Рвотными позывами, диареей. Изменением цвета и химическим запахом мочи. Облысением хвоста, боков и морды животного. Похуданием, сильной болью. Интоксикацию делят по путям проникновения. Пищевая, когда токсин попадает через пищевод. Не пищевая, если животное укусило змея или пчела. Отравление бывает и продуктами жизнедеятельности паразитов, патогенной микрофлоры, вирусов. Больного друга показывают специалисту, который назначает капельное вливание, лечение диуретическими препаратами. Самостоятельное врачевание может принести вред воспитаннику. Щенята. Дисбактериоз. Короткий пищеварительный тракт собак не богат микрофлорой. Когда в нем количество полезных бактерий уменьшается, а патогенная флора начинает преобладать, говорят о дисбактериозе. У собаки с таким нарушением сильно урчит в животе, она не желает есть и пить. Подобные состояния часто появляются после прививок, стрессов, отравлений ядами. Восстанавливают здоровье собаки препаратами с живыми бактериями, диетой, назначенной ветеринаром. Гастриту собак. Хозяйский недосмотр, когда собаку кормят со стола, часто приводит к воспалениям стенок желудка, гастриту. Горячая и холодная, острая и тяжело перевариваемая пища провоцируют болезнь. Часто хозяева перекармливают хвостатых сырым мясом, что ведет к несварению и воспалению желудка. Характерные признаки. Собака лежит, сильно вытянув шею, в животе урчание, рвота. Иногда диета и обильное питье помогают в течение 5-7 дней. В тяжелых случаях здоровье пса поддерживают глюкозой и раствором натрия хлорида. Болезни печени. Наряду с сердцем и мозгом, печень играет важную роль в организме собаки. Этот большой орган может пострадать от длительных воспалительных процессов, которые ухудшают желчные протоки. Снижение иммунитета также пагубно влияет на орган. Важно! Онкологические заболевания сразу отражаются на функции печени. Чаще всего ветеринары диагностируют гепатит. Он может быть инфекционного характера. Провоцируют вирусные заболевания, бактерии, чума плотоядных. Также химические и ядовитые вещества, испорченная пища, сильно действующие препараты вызывают заболевания печени. Это лептоспироз, инфекционная патология, микоз, имеет грибковую природу, панкреатит, воспаление поджелудочной железы. Энтерит Воспаление в слизистой оболочке тонкого кишечника связано с проникновением парвовируса и коронавируса в этот отдел. Они быстро развиваются и за короткое время разрушают слизистую кишечника. Причины Собаки не сделали прививку от энтерита. Животное неправильно кормит, много острой пищи. Слабый иммунитет Глисты Заразу собаки подхватывают на улице. Вирус долго сохраняет жизнеспособность, находится в выделениях больных особей. Питомец на прогулке мог понюхать, наступить или лизнуть зараженные экскременты и подхватить болезнь. Признаки Тяжелое дыхание Слабый пульс Апатия, потеря аппетита Рвота, урчание в животе Истощение Обратите внимание, такому животному нужна незамедлительная помощь специалиста. Как отрегулировать рацион так, чтобы пес не бурчал? Собаке нужно питаться, чтобы получать энергию движения. Источник жизни и причина заболеваний, в питании животного ищут золотую середину. Подбирают рацион так, чтобы пища легко переваривалась, усваивалась в кишечнике. Что делать, если у собаки бурлит в животе? Вопрос к ветеринарам. Они в первую очередь советуют наладить правильное питание животного. Дело в качестве, количестве пищи, балансе питательных веществ и способе кормления. Собака должна есть с одной миски, на одном месте и в одно и то же время. Сбалансированный рацион менять не нужно. Что должно присутствовать в корме? Белки Источник аминокислот Строительный материал клеток Рост животного Выработка гормонов и ферментов Воспроизводство и иммунитет Все зависит от белков Организм не запасает их, поэтому белки должны быть в рационе ежедневно. Они содержатся в мясе, рыбе, яйцах, молоке, а также в бобовых культурах, злаках. Жиры Их содержание в пище собаки ограничивают, но не отменяют Жиры Источник энергии Дают каждодневно Наиболее полезны псам сорта жирной рыбы – сельдь, судак, налим Углеводы Не обязательно собакам, но клетчатка улучшает работу организма, предупреждает запоры, сахарный диабет Отварные овощи и фрукты собакам показаны Минеральные вещества В хорошо сбалансированном питании этих веществ хватает Макроэлементы кальций, фосфор, и микроэлементы, железо, цинк, селен, выполняют важную функцию Макроэлементы укрепляют кости, фосфор, клеточные мембраны Калий поддерживает работу сердца Витамины Дефицит приводит к снижению многих функций организма, нарушению обмена веществ Но требуется их ничтожно мало Собаке достаточно того, что она получает с питанием Аптечные витаминные препараты без рекомендации ветеринара лохматым питомцам не дают Переизбыток витаминов лечить труднее, чем недостаток Обратите внимание В отношении питания заботливые владельцы советуются со специалистом Придерживаются правил, не перекармливать любимца, давать достаточно воды, соблюдать режим и гигиену Когда необходимо обратиться к ветеринару Урчание в животе собаки настораживает, если сопровождается другими симптомами Наиболее тревожные – вялость, сонливость, собака не хочет гулять и бегать Собаководы наблюдают за стулом и газоотделением Если питомец не может нормально ходить в туалет, частый понос или запор, вздутие живота – повод для немедленного визита к ветеринару Также нельзя откладывать посещение айболита, если в коле и моче замечена кровь С проблемой громкого кишечника знаком каждый владелец домашнего животного Причины бывают безобидными – переедание, заглатывание воздуха, и опасными – инфекции, глисты, гастрит желудка Если в течение недели урчание не прекращается, собака потеряла аппетит Если ее мучают диарея и рвота, хозяину следует обратиться За помощью к ветеринару Субтитры создавал DimaTorzok